Привет-привет, мы собрались, все, чемоданы упакованы, собачья повозка готова, Лиза сидит с рюкзаками, привет-привет, Астик одетый, красиво, все, в общем, все собрались, более-менее, все поубирали, все, ждем наш трансфер, тряпочки, полотенчики повесила, чтобы сушились, что еще сказать, Сережа сейчас выключает свет, сбросить воду, ага, сейчас, сбрасываем воду, все, в ванной тоже пойду сброшу, да? Нет, все, сейчас, так, здесь у нас тоже, все, выключено, бойлер выключаем, ну, как бы он и сам выключится, это открываем, чтобы была немножечко, тяга была хоть какая-то, вот сейчас уже трансфер через несколько минут будет, свет тоже перерубаем, с чемоданами, у нас эпопея была, у нас был черный, теперь желтый, видите, вчера начали черный упаковывать, он расползся по швам, Сережа пошел, с ними там поругался, он отдал им другой чемодан, этот холодильник открываем, чтобы не заванивался, как бы все там убрало, ну, все, готовы поездки, Астик, видите, уже в двери стоит, чтобы его не забыли, Астик, никто тебя не забудет, не волнуйся. Пятушки, все, мы в трансфере, у нас индивидуальный трансфер, Лиска, Астику разрешили взять на руки, вот его переноска, в общем, мы поехали, все, Ланя, до свидания, говорим, мы уезжаем, Астику, все, ему надо только смотреть в окно, понимаете, это все, что ему надо, сидеть в окно смотреть. Преозвольная ржака в том, что когда машина смотрится, ну, интересно, когда едем, когда смотрится, начинает уже мукость, я тогда туда сяду, кокошечку тоже, вот так вот, я как раз хотела сесть к окошечку, слушай, а ты нигде, не к окошечке сидишь, да, я сейчас туда сяду и все, я вышла там, сижу справа, Астик, Астик, все, не реагирует, Асян, Аська, Аська, как дела? Дали ему таблетку эту успокоительную, ну, как бы сказать, чуть-чуть, чуть-чуть такой успокоился, тормоз, да, там написано пол таблетки, дали три четверти, написано давайте дозу в зависимости от характера и темперамента, то есть я подумала, что нам чуть-чуть еще надо сверх нормы, ну, вроде как, вот он, знаете, как истерит вообще, вот, знаете, сидит, глядь, глядь, едет, едет что им уже на регистрации, ветеринара мы здесь не нашли, поэтому стоим на регистрацию, скажут дальше, что делать, там тоже с двумя собаками летят женщины, но они маленькие в салоне, Вот, сейчас вызвали Вот, видите, вот товарищ стоит В пальто Все, асика погрузили Пока всем скажи Асик летит Ребятушки, я уже прошла Паспортный контроль Уже на вылете сижу, взяла Кофе себе Как запасливый крот У меня есть оришки Есть батончик Сейчас поем Все, асик где-то ожидает Его унесли уже На погрузку в багажное отделение Вот Да, конечно, я переживаю Но я думаю, что все будет хорошо Лететь не так долго Единственное, еще ему сидеть Два часа до вылета И два часа еще в самолете Вот Ну, в принципе Погрузка Животного прошла спокойно То есть мы подошли к регистрационной стойке Сказали, что у нас собака багаж Она вызвала ветеринара Ветеринар пришел Забрал наши документы Вот этот сертификат, который мы получили Минут 10 мы его ждали Он пришел Отдал нам паспорт А сертификат забрал Потом, значит, пойдем с нами Ну, пригласил с собой Мы пошли там в отдельный вход Вот Погрузили собаку Запечатали его на Вот такие пломбочки пластиковые Сфотографировали Все И унесли Ну, единственное, утешает, что Он один На этом свете летает Есть и были еще собаки Там и Далматинцы И Два Йорка Но они в салоне летят В общем Будем Надеяться, что все будет нормально Сейчас я попью кофе Мешку успокоюсь И Продолжим Наше Полетное путешествие Как всегда Ребят, короче, хорошие новости Я захожу в салон Попросила, чтобы Ну, салоны забыли Отопить Отапливать А проводница мне сказала, что собака Наша Астика Нашего С вами Забрали в салон И он с проводниками летит В общем, класс Супер Я слышу, как он там Перегавкивается с другими собаками Которые заносят в салон Все, у Астика летит Нашего в салоне То есть все хорошо Не волнуйтесь То я ее прямо сейчас Честно вообще Сидела Чуть не сезон Не роняла Переживала очень Мне проводница сказала, что все Я увидела его клеточку Слушаю его голос Все нормально Все Хорошего нам полета Выйдем на связь уже Из Сочи Выйдем на связь уже Выйдем на связь уже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, друзья, мы в Сочи Субтитры сделал DimaTorzok В Адлеве В Адлеве У нас же был оплачен У нас же был оплачен Получается полностью Поезд Все купе выкуплено На сегодня Вот сейчас мы должны Мы уже Были уезжать Но из-за сложившейся ситуации Все пришлось отменить И когда они приедут Честно сказать Пока непонятно Потому что Один рейс был полностью отменен Второй уже третий раз Задерживается Давайте лучше посмотрим Где мы находимся Вот такая сегодня погодка Чумащичья Пойдем, Астик, пошли Как-то здорово Вот это погода, да? Кто вам не Средиземное море Астик боится? Пошли Пошли чай к шуганям Ты, маленький Трусишка Ты же морской пес Пойдем Пошли, пошли гулять Гулять Видите, боится Ладно, не буду его пугать Давайте посмотрим Какие тут волны Сейчас вышла сама погулять За продуктами в магазине И вышла к морю Показать вам Что вышло солнышко Есть такое ощущение, что В этом месте постоянный шторм Сколько бы мы здесь не были Когда бы мы сюда не приезжали Здесь всегда такие сумасшедшие волны Но, по крайней мере Последние несколько лет Мы здесь бываем только зимой И летом мы здесь, кстати, еще никогда в жизни не были В Адлере Но, как говорится, все впереди Я в ожидании Своей семьи Хожу по берегу моря, дышу Поселилась вот дом, прям, видите Прям вот первая линия Для лета, конечно, это хорошо Зимой Прохладненько, конечно Сейчас, тем более, еще похолодало Не совсем жарко И хорошо, что вышло солнце Смотрите, как здорово Вот здесь сидело много чаек Жалко, их спугнули Такие кадры красивые бы были Ну что, мы с вами их выследим, этих чаек И снимем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На набережной нашла кофейню Представляете себе Кофе, который всегда с тобой Маленький латте 200 Большой латте 250 Сейчас возьмем с вами кофе Пьем кофе и пойдем Купим продукты Еще немножко погуляем Погоняем чаек, скажем так Вот уже вокзал сразу, видите Тут я буквально пять минут пешком И уже вокзал Интересную особенность заметила Здесь у продавцов Уже я столкнулась с этим Второй раз Первый раз такси Когда ехала, второй раз Сейчас кофе покупала То есть у меня наличные нет У меня карточка Вот И у нее терминал не работает Вот и она просит меня Скинуть ей на карту деньги По номеру телефона Вот И Также поступил водитель такси То есть терминалы Как бы у них почему-то все не работают А Всем перевод Напрямую на карту Вот такая особенность Это пока Я только столкнулась два раза Может быть это Чистое совпадение Пишите Как вы думаете Совпадение ли это Или здесь Какой-то есть секрет Что-то есть Да, кстати, вопрос, почему он в пластиковом наморднике, чтобы он ничего не сожрал. Вот, как бы вот так вот, а не потому, что мы такие злые. Сразу отвечаю на ваши вопросы, чтобы он ничего не съел случайно. Уже у нас были такие ситуации. Чтобы ничего плохого не съел. Утро. Чайки, море. Никого. Людей мало. Прогуливаемся. С Састиком. По Адлеру. В районе автовокзала. Всем привет. Всем привет. Сидим, короче, с виском. Маму отправили. Мама уже на подлете. А мы сидим, ждем. Свой самолетик. Часа два, три. Да. Сидим уже с 12 часов дня мы в аэропорту. Сейчас 16.00. Лена час как улетела. С Астиком посадили их, короче. Мы сами летим дальше. Куда летим? Секрет. Короче, ребята, наши приключения продолжаются. Один аэропорт сделали. Вот. И начались движения. Значит, по погодным условиям Ереван не принимает. И наша построенная хлипкая пирамида плавно начинает рушиться. Первая не срастается рейс Ереван-Сочи. И тут же за ним не срастается поезд Адлер-Симферополь. Пробуем теперь в догонку что-то перебивать, изменять. И будем как-то переделывать все. А на данный момент, значит, мы пользуемся предоставленными услугами компании Pegasus. Пока отель. Дальше будем смотреть, что там питание, не питание. То есть перебиваем билеты на 8 утра. Ночуем в Стамбуле. Короче, вот так. По погодным условиям Ереван не принимает. Пирамидка наша начала рушиться. И первое, что... Значит, перебили мы билеты на 8 часов утра на Ереван. Стамбул, Ереван. Значит, Pegasus предоставила нам бесплатно отель. Отель, обзорочка отеля. Сейчас забацаем. Получается, что Турция выполняет все свои условия на 5 с плюсом. Лизо, привет. Шкаф при входе. Ну, короче, не буду сильно показывать. Значит, вот такой отель предоставили. Совершенно бесплатно. На одну ночь. До 5 часов утра. Вот. С шикарным видом. На непонятно куда. Вот. Но, как бы, разницы нет. Дали два пакета с едой, какими-то сэндовичами небольшими. Вот. Ну, что сказать. Как бы, молодцы. Все нормально. Единственное, теперь дальше. То есть, что? У нас теперь не стыкуется ни поезд, но поезд вроде бы Лена перебила. Вот. Ни Ереван-Сочи не стыкуется. Потому что там без вариантов. Не стали помогать они с перебивкой билетов. То есть, хотят просто возврат 50%, а то и там 40% даже. Не более. Вот такая вот ситуация. Доброго всем утра. Итак, компания Pegasus предоставила нам отель, в котором мы благополучно поспали. В часика 4, нормально 5. Вот. Утром трансфер нас забрал. Значит, подъем у нас был жесткий. 4 часа утра. Вот. В 5 часа утра мы посели уже на автобус и поехали в аэропорт. Вот. Домчались быстренько минут за 15. Вот. И здесь началась чехарда. То есть, сменились положительные вечерние кассиры-операторы на непонятных девочек, которые вообще мозги не перенапрягают. То есть, началось с того, что перебитые вчерашние билеты не сработали, потому что за ночь поменялся сам борт. Вот. Соответственно, никто не хочет их перебивать. Вот. Отправляют на паспортный контроль. То есть, паспортного контроля отправляют на тикет-офис. То есть, и вот так нас футбольнули два раза, пока мы с Лиском не решились на электронную регистрацию. То есть, сами зарегистрировались, распечатали билеты уже с новым бортом. Вот. И с этим новым бортом, то есть, нормально мы прошли паспортный контроль. Прошли досмотр. То есть, сидим в зоне. Задержка на Ереван час. И еще добавилось. Вот. Стамбул нас не выпускает. Турция нас не хочет отпускать. Вот как-то так, ребята. Как будет дальше? Ну, значит, будем сейчас думать. Билеты на Сочи мы отменили. Брать пока не берем. Потому что ждем подтверждения вылета. Чтобы не попасть в парсак еще раз. Ну, вот это так. Спасибо. Так, ребят, сидим. Значит, третий перенос по времени. Значит, один был на час. Потом плюс полтора. И сейчас еще плюс 15 минут. То есть, надежда все-таки еще остается. Вроде бы народ сгруппировался. Ждем, так сказать, чикишка пысында. Это по-турецки будет, когда наш выход откроют. И будем пробовать дальше двигаться. Но бесплатно покормили уже с утра. Мы сегодня ворвались в этот самый Бургер Кинг. Ну, как бы, пока обид ни на кого нет. Это, то есть, да, кроме самих на себя и на природу, на погоду. То есть, ну, а так все нормально. Далее будет. Друзья, короче, второй перелет. Сели в самолет. Ждем разгона. Придема 11 часов дня. Три переноса по времени. И я думаю, что двинемся сейчас. Ну, как-то так. Короче, друзья, всем привет. Еще раз. Выглядело это примерно так. Опоздали мы из-за трех отложенных временных заморочек. Опоздали мы на сегодняшние рейсы на Сочи. Вот. Значит, взяли билет на утро, на завтра. Вот. И пока брали билет, значит, выглядело это так. Так, в армянском аэропорту кассир на вопрос. А есть ли у вас поблизости или в аэропорту гостиница? Она сказала, одну секундочку, сейчас все решим. Рубик Джан, алло. Все порешали. Вызвала нам такси, Яндекс. Вот. Отвезли нас в гостиницу. Как бы гостиница выглядит не очень. Но мы-то не знали. Ну, и как бы сильно кабиниться не будем. Перекантоваться до утра. Чай не царей и не королевный. То есть, вот в таком все стиле выглядит. Вот. Это частный мини-отель. Вот. Значит, остановимся. Не знаю. Это пригород, наверное. Потому что вокруг, конечно, архитектура удивляет. Но это, скорее всего, пригород. Потому что это недалеко от аэропорта. То есть, там перекантоваться до утра. В 8 утра начнем движение. Вот. Что хочу сказать. Очень тяжело привыкать мне к местным деньгам. Потому что я сходил в магазин, взял немножко покушать. Оставил 4 тысячи. За номер заплатил 15 тысяч. То есть, все в тысячах. Все дико, конечно. Вот. И... Ну как? Ну, конечно, зима. Мои солнца, из тепла приехали немножко в зиму. На улице морозно. Снежок лежит. Как бы, ну, так вот. Ладно, сейчас покажу еще кое-какие моменты. По дороге, как в магазин буду идти. Буду искать провизию. Так, вот. К сожалению, тротуаров нет. Двигаемся вдоль заборчика, вдоль дорожки. Вот. Ну, как бы... Все такое, да? Ну, еще раз повторяю. Это пригород. Жесткий пригород. Вот. Я не был здесь никогда. То, что вижу, как бы для меня привычно. В целом. То есть, ничего дико меня здесь не удивляет, не удручает. Вот. Поэтому, ну, все стандартно. Значит, пивасик местный. Ценничек. Бутылочка пива стоит 550 местных. Драхмин. Или как они называются, по-моему, так, да? Арарат. 400. 500. Ды-ды-ды. Ой. Ну, как бы, надо немножко перестроиться. Потому что курс, значит, получается 1 к 400. То есть, грубо говоря, 10 долларов. Мне так проще. 10 долларов – это 4 тысячи местных денег. Вот. То есть, получается, 100 долларов – это 40 тысяч, что ли. Так, по-моему? Ну, да, наверное, так. А, да, все верно. Потому что я 50 долларов разменял. Получил 20 тысяч. 1 к 40, что ли, получается. Вот, мойка. Мойки. Даже зимой, даже в снега, даже в холод. Все равно моются, ребята. Все нормально. Никто не парится. Единственное, что… Да, надписей хватает. Помой сам. На русском. На армянском. Вот. Все такое. Печеньки, зефирки, гурабье. Слоеночка, получается, 2,200. 2,200 – это цена за килограмм, наверное. 1800, получается, килограмм. 2,100 – это лимонные такие печенюшки. И куча всякой выпечки. Куча всякой выпечки. Пирожки, пирожки. Единственное, я сейчас буду спрашивать, потому что я не знаю, с чем они, с чем они, с чем они, с чем они. То есть, посмотрим. Мак-кофе 3 в 1. Кофе 3 в 1. Все понятно. Здесь такая столовая. Зона фудкорта, как бы, да, питание. Я здесь брал, то есть, еду. Здесь все норм. Сэндвичи 800, 1100. Гамбургеры. Ну, и такое, картошечка. Все по мелочам. Вот. Ценник за 200 грамм. То есть, здесь по порциям уже. Такое, шашлыки, или, да, кебабы и так далее. То есть, ну, все закончено. Так, друзья. Вот так выглядит фудкор. Все равно не могу привыкнуть. По ценам не могу понять, дорого, дешево. То есть, беру из расчета на то, что у меня, грубо говоря, там обменено 20 долларов, там, оставшихся. Это 8000. Вот я эти 8000 кромсаю. Но, я скажу так. 8000 это вообще ни о чем, потому что бутылка йогурта стоит 650. Маленькая причем. Вот. Ну, ничего. Я умудрился понахватывать булочек по 200. Вот. Взял водички, чайку. Вот. Надеюсь, так, мы по-скромненькому переночуем, пожевывая. Вот. А завтра уже куда-нибудь поближе к... к рублям, чтобы не конвертироваться, не менять и так далее. То есть, ну, вот такой вот интересный опыт. Интересный район. Доброе утро всем. Приветствуем вас из аэропорта Армении. Ереван. Ждем посадку на Сочи. 11.20 отправляемся. Сейчас 10 часов утра по местному времени. Прикупили себе немножко армянского коньячка. Коньячку для стримчику. Вот. Будем дегустировать. Двигаемся. Даст Бог, все будет нормально. Через час 20 встретим Лену с собачкой. Как-то так. Ура, ребята, мы встретились. Давайте обнимемся. Не стой, как истукан. А что, до камеры не обнимались, а на камеру... Да, да. Мы же все на камеру делаем. Самый веселый... Так. Самый радостный это Астик у нас. Все, ребята. Кто в нас не верил, так вам и надо. Кто верил, спасибо. Сейчас мы идем тихонечко. Единственное, что нужно... Слушай, Лиза, надо купить воды. Я не купила. У меня продукты в Астике на будке лежат. Кое-какие. Все нормально? Яндекс.Такси сработало? Да. Все быстренько, все хорошо. Ладно, все. Сейчас мы идем потихонечку до... Мы сбили 500. 500. А Яндекса 390. Вот так вот. А, 350. Ага. Мама, он потушку по Каинам или он трезвый? Приехала с Турции, не знает, как аппаратами использоваться. Ребят, мы на вокзале уже. Вот, ждем, скажем так, когда уже... А? Коньяк? Все уже с утра такие... Оооооо, понедельник с утра неплохо начался, да. Начинаем наш... Заключительный этап путешествия с кофеечка. Офигеть можно. С японского десерта. Мотя. Сиреневый. Вы меня мотя звали моего чувака одного со школы. Ну, что делать? Ты будешь сейчас есть своего чувака со школы? Что? Лиза, ты шерак, боже. Ты шерак. Приехали в Сочи и здесь работаем, видите? Собачка разговаривает. Говорящая собака, говорящая собака. Сколько? Сколько я много заработал? Эй, нифига. Поставь, сколько? Кого? Не дали еще. Только что, мимо. Пробуй чуть-чуть, тебе половинку и мне половинку. У нас тут сколько отправка? 13,28. Я на платку стоять час? 13,28? Да, сейчас мелочие 10 жуток. Через мелочие 10 жуток. Садись, риск. Вот таким и барахлом, короче. Давай, Лизок пробует мотю. Какая-то странная. Ну, здесь вон какая-то твердая, у нас она мягкая. Не, она другая здесь. У нас другая. Я тебе серьезно говорю. А здесь вообще не похоже. Все же домашняя. У нас она мягкая, внутри такой, знаешь, прям белый, как белый снег. Так, мы, угадайте, мы где? А мы уже. А мы уже в купешечке, да? Тасик в тюрьме. Да, все. Ребят, все успели. Передавайте всем привет. Вот такое вот трэш-путешествие, ребят. Надеюсь, вам понравилось, как мы летели все вместе раздельными путями. Что-то местное, мне страшно. А, папа, да-да-да, могу себя снять. Я тоже, я у вас самый красивый, да? Ты у нас самый красивый, да? Мама, у мамы хотя бы голова помыла. Все, хорошее самое признание. Да, я голову хотя бы помыла. Просидела в апартаментах, не было света со вчерашнего вечера. В общем, я как выгляжу, так выгляжу. Вот, все. Все, мы едем домой. У нас осталась финишная прямая, уже которая идет на поезде. Вот. Надеюсь, вам всем понравилось наше прикольное путешествие, веселые. Две подушки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на телеграм, на дзен. Все в описании будет. Вот, пишите ваши комментарии, что вы думаете обо всем этом. Во всем этом виспределе. Не надо ничего никому думать здесь. Думать никому ничего не надо. Зачем кому-то о чем-то думать вообще? А, кстати, с Армении мы привезли подарки, сувениры. А, покажи, что привезли. Сувенир с Армении, официально конфеты. Что это за конфеты? Ну, это русский сникерс. А, русский сникерс, прикольно. Вот, карефур. Видишь? Прикольно, да. Кто-то хочет эту конфету кому-то посадить или сама съешь? А я паду. Все, дорожные наборчики, сяточки, зубные пасты. Я с этими днями не задолбался. Сережа, за последние три дня я уже задолбался с деньгами. Я их высыпал, знаешь, сколько раз в аэропорту? Посмотри, как выглядят армянские деньги. 200 денег. 200 денег. 200 денег? Ну, драмы, да? 100 денег. И вот эти 200, 200 и 100 денег в результате отдают бутылку йогурта. Всего-навсего. Миллион отдал, короче, купил бутылку минералки. Ну, нормально. Ну, да, там тысячи. Чем-миллионик убирает нули, блин. А, да, и напоследок хочу еще взять свои слова обратно по поводу авиакомпании Азимут. Хочу выразить благодарность пилотам и бортпроводникам, которые забрали нашу собаку из холодного отсека багажного. И провезли в самолете, в тепле, в салоне, рядом с собой. И когда я выходила уже из самолета, выскочил даже пилот, и все там тусовались возле Астика, и мне сказали, самый охраняемый и почетный наш пассажир забирайте. Поэтому я благодарю авиакомпанию Азимут, и все, что было, недоразумения, которые у меня с ней были, я все забыла. Все. Так что молодцы. Не дали собачке лететь в холодном отсеке багажном, а собачка в тепле и в уюте прекрасно преодолела расстояние Анталия. Пока. Ну что? Встречайте красок жизни. Мы едем в Хавайи, да? Мы едем, да. Колбасу вкусно. Колбасу забыли. Не забыли. Запах. А, запах. Дорог после начал доставать курицу и яйца. Да. Все. Что и мы будем сейчас делать, да? Да, да. Яиц только нет. И курица. Есть. Огурчики. Эх, плохо подготовились. У нас просто не было возможности. Хотя. Хотя. Ну что? Встречайте красок жизни. Мы. Мы едем в Хавайи, да? Мы едем, да. Колбасу вкусно. Колбасу забыли. Не забыли. Запах. А, запах. Дорог после начал доставать курицу и яйца. Да. Все. Что и мы будем сейчас делать, да? Да, да. Яиц только нет. И курица. Есть. Саучи. Эх, плохо подготовились. У нас просто не было возможности. Хотя. Хотя. Главный ездок наш. Асик, как тебе? Кайфуешь? Окошко смотришь? Как? Как? С услышать? Все. Фо.